Умные электронные замки и автоматизированная линия для прививки винограда. В Симферополе талантливые студенты разрабатывают цифровые устройства на основе компьютерного зрения и искусственного интеллекта. Как выглядят современные технологии, узнавала Татьяна Ополева. Собственное программное обеспечение, плата управления и независимость от зарубежных сервисов. Умный дверной замок планируют использовать в различных общественных организациях, в гостиницах, образовательных учреждениях, офисах и не только. Наша последняя разработка «Умный замок» предназначен для установки двери в общежитие. Концепция такая, что есть вот такие вот карты, вот такие вот замки, создается база данных студентов. Каждому студенту выдается такой ключ, и этот ключ открывает замочек. Ну вот мы прикладываем ключик к замочку, он загорелся зелененьким, замочек открылся. Сейчас изобретение тестируют, позже его можно будет интегрировать в любую систему контроля и управления доступом. Параллельно студенты и специалисты лаборатории занимаются большим проектом для аграриев, разрабатывают автоматизированную линию для прививки винограда. Это часть станка для прививки винограда, а вот здесь находится прививочный узел. Робот будет автоматически помещать черенки внутрь дисков, нож их обрежет и механизм соединит их под правильным углом. Артем студент второго курса магистратуры, а по совместительству ведущий инженер лаборатории. Трудится над проектом уже много месяцев. Автоматизированная линия будет оснащена двумя конвейерными лентами, дельта-роботом и системой компьютерного зрения, что позволит увеличить производительность отрасли. Сейчас занят сборкой узла по автоматической прививке винограда. В данный момент делаю отверстия крепежные в деталях, буду потом дальше нарезать резьбу в них. Умная линия позволит аграриям за короткие сроки увеличить объем производства. Завершить работу над проектом планируют в апреле этого года. Специалисты и студенты КФУ занимаются изобретением цифровых устройств и систем на основе компьютерного зрения, а также искусственного интеллекта. Почувствовать себя изобретателем может каждый желающий. У нас нет такого, что мы делим студента на специальности. Если человек интересный и он хочет какой-то проект реализовать, он приходит и занимается. Пусть он будет с медакадемией, с Таврического колледжа, с ФТИ. То есть мы как бы не смотрим на образование, мы можем научить его, может это быть его хобби. В лаборатории работают 8 инженеров, которые всегда готовы поделиться своими знаниями с молодыми специалистами. Сейчас талантливые студенты изобретают устройства для измерения диаметра капилляров и автопилот для сельскохозяйственной техники. Татьяна Ополева, Иван Терешкевич, Новости 24.